Банк Америки только что опубликовал предупреждение, которое, по моему мнению, обязательно должны увидеть все. Банк Америки – это один из четырех крупнейших банков США, который управляет активами на сумму более трех триллионов долларов. Так что нам нужно обращать на них свое внимание. Я покажу вам только две вещи, о которых они только что сказали. Эти вещи поразительны. Они вроде бы очевидны, но мало кто из людей обращает на них внимание. И очень зря. Прежде чем мы перейдем к делу, как обычно, проезд у нас стоит один лайккоин. Он поможет продвижению видеоролика, а мне даст мотивацию для создания нового контента. Большое спасибо за поддержку. Итак, первый важный момент из их предупреждения – это график личных сбережений. На этом графике проведена красная линия на уровне 5%. Норма личных сбережений была ниже 5% прямо перед пузырем доткомов в течение 23 месяцев. Другими словами, мы упали ниже этого уровня и оставались под ним до тех пор, пока не наступила рецессия. И тогда мы, наконец, снова поднялись выше этого уровня. В следующий раз, когда мы упали ниже этого уровня снова, мы опять находились под ним до тех пор, пока не наступила очередная рецессия. На этот раз это длилось 35 месяцев. Итак, до сегодняшнего момента за последние 30 лет мы видели это дважды. С апреля 99 по март 2001. И с января 2005 по декабрь 2007. В третий раз мы провалились ниже этого уровня уже в нашем времени, в январе 2022. И уже 32 месяца находимся ниже. Другими словами, согласно этому графику от Bank of America, мы потенциально можем столкнуться с рецессией в течение следующих трех месяцев. Возможно, на этот раз все будет иначе. Возможно, у людей накоплено больше денег, чем в прошлые два раза в 2000 и 2008. Но на это все равно стоит обратить свое внимание. Второй график от Bank of America. Они озаглавили этот график словами «Доминирование государства в росте заработной платы не способствует росту производительности труда». Здесь мы видим два графика. Темно-синий – это изменение государственных зарплат, а светло-синий – частных зарплат. Оба графика отображают годовое изменение. Здесь указаны секторы государственного и частного управления, а также здравоохранения. И мы видим, что оба графика сейчас достигают своего пика. Почему это проблема? Потому что эти секторы обычно достигают пика последними. Я отметил зеленой стрелкой частный сектор и красной стрелкой государственный. Я отметил моменты, когда эти секторы достигали пика в прошлом. Легко заметить, что они всегда достигают пика прямо перед рецессией. А рецессии здесь обозначены серыми столбиками. Совмещая эти два пика, за ними почти всегда следует рецессия. На самом деле, единственный раз, когда этот сигнал не был таким явным и четким, произошел в 1971 году. Но это лишь потому, что пик найма госслужащих здесь был гораздо ниже. Итак, очень часто после достижения двойных пиков на этом графике наступает рецессия. Опять же, может быть, в этот раз все будет по-другому. Но Банк Америки отмечает, что этот график говорит о предстоящей рецессии. Возможно, именно поэтому Уоррен Баффет продает в том числе и акции Банка Америки. Недавно он продал их почти на миллиард долларов, а в целом с 19 июля общая сумма продаж составляет уже 6,5 миллиардов долларов. Колоссально. И все это в преддверии первого снижения ставки ФРС 18 сентября. Что же знает Уоррен Баффет? Еще один график от Банка Америки. На первый взгляд тут ничего не понятно, но голубой график обозначает финансовый, энергетический и сырьевой сектор. А темно-синий – технологический, телекоммуникационный и здравоохранительный. Мы видим, что состояние рынка сейчас достигло таких же условий, как это было во времена пузыря доткомов. Доля технологии, телекоммуникации и здравоохранения в мировых акциях достигла рекордных 44% в июле 2024 года. Как выглядел рынок до рецессии в начале 2000-х? У нас был пузырь в технологиях, телекоммуникациях и здравоохранении. И пик этого пузыря составил 44% от общего объема мировых акций. В 2008-м мы видели немного другую картину, но пик тоже составил 44%. Тогда финансовые компании, энергетика и сырьевые компании составляли, как вы уже догадались, 44% от общего объема мировых акций. И где мы находимся сегодня в 2024-м? Технологии, телекоммуникации и здравоохранение на пике, и они составляют 44%. Но это только лишь одно совпадение. На другой стороне, внизу, мы видим, что финансовые компании, энергетика и сырьевые товары занимали 24% от общего объема мировых акций. Сейчас этот показатель находится на отметке 25%. Посмотрите на это внимательно, такое и нарочно не придумаешь. Это один из самых поразительных графиков, которые я когда-либо видел. У меня буквально идут мурашки от того, что мы живем в такое время, которое за последние 30 лет случалось лишь дважды. Невероятно. Но люди не обращают на это внимания. Их продолжают волновать данные по рынку труда. Все говорят, что рост безработицы будет означать приближение рецессии. Но посмотрите на это. Мы видим четко, что безработица не начинает резко расти, как минимум до тех пор, пока рецессия уже не пройдет треть пути, треть цикла. То есть мы можем оказаться в ситуации, когда на дворе уже вовсю рецессия, а уровень безработицы все еще не растет. Этот индикатор сильно отстает от начала рецессии, а значит никак не может предшествовать ей. Еще одна вещь, о которой сейчас все буквально молят, это дефляция. Инфляция уже всех доконала, все хотят дефляции. Но я думаю, что люди, когда говорят о дефляции как о чем-то хорошем для потребителя, ведь цены падают, забывают о том, что это ужасно для компаний. Внезапно этим компаниям приходится увольнять сотрудников, а затем еще больше сотрудников. Приведу пример. Допустим, вы продали 100 бутылок лимонада в этом году, а затем 110 бутылок в следующем году. Вы думаете, отлично, я продал на 10% больше в этом году, чем в прошлом. Но подумайте вот о чем. В прошлом году вы продавали лимонад за 100 центов за бутылку, а в этом придется продавать за 85 центов. Ваша прошлогодняя выручка составила 100 долларов. Теперь при дефляции, учитывая, что продажи выросли на 10%, выручка составила 93,5 доллара. Другими словами, дефляция означает снижение прибыли на акцию и снижение выручки, даже при росте продаж. И это проблема. Вот, например, Goldman Sachs только что объявил об увольнении от 3 до 4% сотрудников. Даже для банков это тяжело. Учитывая, что из-за повышения процентных ставок они еще и сидят на нереализованных убытках в размере в полтриллиона долларов. Обычно компании быстро адаптируются к изменениям, например, не нанимая так много и так быстро. Но во время рецессии они вынуждены увольнять массово и быстро, иначе они обанкротятся. И вот почему безработица начинает расти уже в разгар рецессии, а не перед ней. Итак, Банк Америки предупреждает о том, что в ближайшие 3 месяца может наступить рецессия. А такие миллиардеры, как Уоррен Баффетт, уже продают акции на миллиарды долларов в преддверии первого снижения ставки ФРС США в сентябре 2024. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok